В этой связи кандидатура нового премьер-министра ужасная, я должен сказать, просто. Мишустин налоговик. Давайте отвлечемся от всех его вещей, что он миллиарды рублей заработал вместе с женой за последние 10 лет, что он там выходец из бизнеса, то туда, то сюда, то из бизнеса, то на госслужбу. Вы знаете, это отец Мишустин, самой несправедливой налоговой меры, на мой взгляд, за последнее время. Теперь мы все с вами платим налог на имущество, на нашу землю, это не Мишустин и не Путин давали, а ненавидимое имя советская власть, там по 6, по 10 суток, бесплатно хочу почему-то. И квартиры, которые большинство мы все тоже получили без Путина и Мишустин, тоже бесплатные, тоже от советской власти. Я уж не говорю, вообще странен налог. Ведь обычно что такое налог? Налог это какой-то доход. Вот, а что, извините, если я живу в одной своей квартире, почему я должен кому-то за это платить, тем более, если это государство мне ее вообще не давало? Если я ее купил, я заплатил подоходный налог. Ладно, там, понятно, имущество поменялось. Так вот, Мишустин, именно он, разработал систему налогообложения наших с вами земель и участков, квартир по кадастровой стоимости. Раньше мы с вами платили, вот есть трехкомнатная квартира, по метражу, да, логично, если у тебя квартира больше, платишь больше, меньше и меньше. По земле то же самое, да. Теперь, что такое кадастровая стоимость? Это некий Мишустин со своей налоговой службой, сам определяет, что ваша квартира на рынке, если ее продать, стоит, например, вот столько. И мы будем брать с вас эти деньги. Вы говорите, а почему она столько стоит? Иди в суд. Иди разбирайся. Нанимай за свои деньги отцельщика, который тебе докажет обратные вещи. Понимаете, вот бабушки, которые сейчас живут в Москве, в пределах Садового кольца, наобалдели, узнав, что теперь они должны за квартиры платить там какие-то огромные деньги, но только потому, что рядом возник, например, Сити, да, и в результате стоимость недвижимости в округе, она выросла. Они тут при чем? Это что, их доход, что ли? Ведь, понимаете, еще раз, то, что вы можете продать по этой цене, это же не означает, что вы по ней продадите. Опять, вот эту головную боль, которая привела к росту налогов, в разы в России абсолютно ничем не обоснованно сделал Мишустин. Мишустин развалил тем самым сельское хозяйство. Знаете, даже еще электрички тем самым подрубил. Вы помните, Путин говорил, что у нас электрички стали отменять? РЖД, который электрички содержит, в результате Мишустинской реформы, вот земля под путями, да, и под зоной отчуждения, она резко выросла в цене. РЖД пришлось платить огромные налоги, которые она что сделала? Переложила на плечи граждан, там резко повысив цены на проезды в электрички. Кто в этом виноват опять? Фермеры просто плюются, потому что Мишустин назначил им там от балды цены на их землю такие, но чтобы налоги с них содрать, да, которых просто нет. И этот человек, который нанес сильнейший вред российской экономике, покупательной способности населения, сейчас возглавит правительство. Продолжение следует...